В эфире канал «Россия» итоговая информационная программа событий недели в студии Ашамес Пхешков. Доброе утро. В Карачаево-Черкесии масштабно отпраздновали один из главных государственных праздников – День России. Все участники дружно приняли участие во флешмобе «Моя Россия». А в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоялся праздничный концерт. Самое могущественное, великое, вот как есть. И чтобы наша молодежь окружала нас, как сегодня. Самое главное, что мира, согласия, любви, удачи всем. С праздником всех. Сегодня день флага Российской Федерации. И эта дата очень знаменательная нашей страны, потому что это наш символ и то, что отличает нас от других стран и других народов. Я желаю всем, чтобы никто об этом не забывал и всегда чтили этот день. Для всех мирного неба над головой. Это самое главное. И здоровье. И чтобы все были счастливы. Ну, хочу сказать, чтобы наша Россия процветала. Молодежи нашей добра. Мирного неба над головой. Здоровья. Всего хорошего. Благополучия. И пусть наша страна, вот как была великая, так великая и будет всегда, несмотря ни на что. Я горжусь своей страной и хочу, чтобы она дальше развивалась. До 35 тысяч рублей увеличена сумма единовременной выплаты, назначаемой в связи с рождением третьего ребенка. Такой проект закона утвердили парламентарии республики на очередной 24-й сессии Народного собрания. О том, какие еще вопросы были подняты депутатами, в материале Мурата Джанкёзова. Два основных законопроекта повестки дня разработаны с целью реализации послания главы Карачаева-Черкисии Рашида Тимрезова и касаются мер поддержки семей с детьми. Это первое, это новая поддержка при рождении третьего ребенка, одновременной выплатой 35 тысяч. И второе, это повысить от 20 до 25 тысяч при рождении второго ребенка. И сегодня было единогласно поддержано на сессии, и мы очень надеемся, что это повлияет положительно на демократичную ситуацию в нашей республике. Эта мера поддержки распространяется на детей, которые родятся с 1 июля текущего года. Единовременная выплата носит заявительный характер. С 1 января следующего года вступит в силу еще один принятый законопроект, который касается поддержки семей с приемными детьми. Так дети-сироты, воспитывающиеся в приемных семьях, получат выплаты, приравненные к прожиточному минимуму. Значит, данные выплаты раньше составляли по пределах 7 тысяч до 8 тысяч 300 рублей в зависимости от возраста. А сейчас устанавливаются в пределах 11 тысяч рублей. Данные выплаты будут индексироваться ежегодно. Действие законодательных инициатив распространяется на детей, родившихся с 1 июля 2021 года. Далее депутаты установили минимальный срок владения объектом недвижимого имущества в три года, чтобы освободить доходы физических лиц, полученных от продажи имущества на территории республики. Ранее этот срок составлял пять лет. Парламентариями приняты изменения в закон о бюджете. Общий объем дохода в текущем году составил 30 миллиардов 582 миллиона рублей, а объем расходов составит 30 миллиардов 900 миллионов. Также был заслушанный принят к сведению отчет правительства об итогах исполнения бюджета за первый квартал. Принят к сведению доклад уполномоченного по правам предпринимателей Сергея Рощенко. Как сообщил омбудсмен, пандемия внесла неумолимые негативные коррективы в состояние предпринимательского климата в республике. В целом на заседании депутаты рассмотрели 26 законопроектов. Тесное взаимодействие способствует укреплению правопорядка двух государств. В поселке Романтик прошло заседание комитетов органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Абхазия. В ходе трехсторонние встречи собравшиеся обсудили вопросы по согласованию и координации взаимодействия ведомства на приграничных территориях. Из Архиза Алихан Ипшоков. На встрече представители внутренних дел Карачаева-Черкесии Краснодарского края Республики Абхазия обсудили все вопросы, происходящие на приграничных территориях. По словам работников полиции, эти встречи позволят открыто взаимодействовать в вопросах розыска преступников, обмену информацией и решению других служебных вопросов. Данная встреча приносит положительный результат. Во-первых, руководители непосредственно встречаются друг с другом, обсуждают проблемы, которые имеют место быть в той или иной степени на тех приграничных территориях. В пути их решения сегодня была трехсторонняя встреча, на которой присутствовали, как я уже сказал, сотрудники МВД Республики Абхазия, Главное управление МВД России по Краснодарскому краю и МВД по Карачаево-Черкесской республике. Это добавит оперативность решаемых вопросов и обмену информацией между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Естественно, сотрудники вживую обсуждают проблемы насущные, которые происходят преступления, как на территории Республики Абхазии, так и на территории Российской Федерации для оперативного реагирования. На встрече стороны определили направление, по которым будет взаимодействие ведомств. В основном это розыска похищенного и угнанного авто- и мототранспорта. Пресечение фактов контрабанды и незаконного оборота оружия и наркотиков. Сегодня на заседании была отмечена как раз проблема краж и угонов автотранспорта. Он актуален на сегодняшний день, не критичен. Достаточно много положительных примеров, когда мы вместе, обменяясь информацией, раскрываем эти преступления, возвращаем похищенные автомобили. Это не критичная ситуация, но мы видим, что она может развиваться и в негативную сторону. Поэтому сегодняшняя встреча позволила еще раз поставить акценты над этой проблемой. Очень важный момент я хотел бы отметить, который лично я для себя вынес на сегодняшнем заседании и совещании. Это то, что человеческое общение ничто не заменит. И формат данного заседания позволяет нам поближе узнать друг друга, познакомиться. Это позволит и в дальнейшем решать более оперативно те служебные задачи, которые перед нами ставятся. В завершении встречи стороны подписали соглашение, которое будет действовать в текущий период до следующего заседания. Алих Алипшоков, Ислам Урума, Вести Карачаева, Черкесия, Романтик, Архыз. В Черкесске прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски бывшему первому заместителю прокурора Карачаева-Черкесии, государственному советнику юстиции третьего класса, заслуженному юристу республики, почетному работнику прокуратуры России Зульфе Абдуловне Баташевой, рассказывает Мурат Женкезов. Выступившие рассказали о том, каким прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела была Зульфа Баташева. Ее всегда отличали такие качества, как добросовестный труд, внимание к человеку и умение работать с людьми. Население республики, простые люди, очень уважали ее, ценили. И сегодняшняя мемориальная доска, которую мы открываем, это знак памяти Зульфа Абдуловны Баташевой, но имеет и большое значение, воспитательное значение для молодежи, для молодых работников прокуратуры, работников правоохранительных органов и в целом для молодежи Карачаева-Черкесии. Зульфа Баташева родилась в 1947 году в Киргизии в семье незаконно депортированного участника Великой Отечественной войны Абдула и Хаджат Баташевых. Закончила школу с серебряной медалью, затем годы учебы в Амгу имени Ломоносова. Несколько лет проработала судьей, но настоящее призвание ее нашло в органах прокуратуры. Она была специалистом высочайшего класса, и как человек тоже высочайшего класса. Описать, рассказать словами за какой-то короткий период невозможно о ней. Столько в ней было добра, столько в ней было позитива. Она действительно внесла огромный вклад в дело укрепления правопорядка в нашей республике. В 1996 году первому заместителю прокурора республики Зульфе Баташевой был присвоен классный чин – государственный советник юстиции третьего класса. Это приравнивается к званию генерала. Она на тот период и сегодня первая женщина-генерал в нашей системе. Это не только для Кавказа. Поэтому Зульфа Абдуловна была и есть лучшее, что в нашей системе есть в Харачаево-Черкесии. Поэтому ее можно охарактеризовать как человека, как профессионала, только в превосходной степени. Вспоминая Зульфе Баташевой, выступившие отметили ее необыкновенную эрудированность и обладание энциклопедическими знаниями. Деловые личностные качества снискали ей заслуженный авторитет среди коллег и сотрудников правоохранительных органов. В ответном слове родственники поблагодарили собравшихся за участие в увековечивании памяти выдающегося прокурора. Я глубоко вам признательна за сегодняшний день. И я от всей души желаю, чтобы вы были долго-долго здоровы и счастливы. Память о прекрасном доброжелательном человеке, о хорошем учителе и талантливом юристе Зульфе Баташевой навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, и увековечена мемориальной доской в доме, где она прожила последние годы жизни. Мурат Жантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Московский классический театр балета. Валентина Грищенко представляет спектакль «Спящая красавица». 19 июня. Черкесск. Дворец культуры. Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности – уход за растениями и сбор овощной продукции. Заработная плата от 30 тысяч до 50 тысяч рублей при условии выполнения нормы. Официальное трудоустройство. Полный социальный пакет. Социальные льготы. Выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Возможен вахтовый метод работы, проживания и питания. Полная информация на сайте www.yujny.com. Инстаграм «Агрокомбинат Южный». Внимание! С 1 мая по 1 декабря объявлен конкурс «100 лучших обощеводов». Справки по телефону 8-988-910-1040, 8-988-910-1095. Вопросы благоустройства, борьба с пандемией коронавируса, развитие туризма и подписанные соглашения с побратимами из Республики Дагестан. Эти и другие темы в беседе с гостем программы мэром Карачаевского городского округа Альбертом Даддаевым. С ним беседовал наш корреспондент Мураджан Кезов. Добрый день, Альберт Асхатович. Главой Республики Рашидом Тимрезовым перед органами госвласти поставлена вся беременшая задача по улучшению качества жизни населения. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится в округе во исполнение этих целей? Наша работа администрации – это забота об улучшении жизни населения. Улучшение жизни населения в себе включает много и комфортную городскую среду, и обеспечение теплом, водой, водоотведением и так далее. Ну, в этом плане каждый день мы занимаемся так, чтобы было тепло, светло, чтобы вода была чистая, подавалась. Много проблем в этой отрасли у нас в этих предприятиях. Ну, пытаемся их решать. Что касается комфортной городской среды, то в этом деле участвуют и федеральные деньги, за которые мы благоустраиваем в данный момент улицу Мира и семь дворовых территорий. Также в это дело включаем и деньги своего бюджета по их наличию. Сейчас благоустраиваем городскую площадь центральную, будет там поставлен фонтан. Ну, ежедневно занимаемся ремонтом. Скоро будет ямочный ремонт проведен по всему городу за опять-таки средства нашего бюджета. Ну, то есть в этом направлении работа ведется ежедневно. Ну, насколько она хороша, оценивает население. То, что делается, видно. Особенно с подачей федеральной власти, региональной власти, очень многое делается по улучшению именно городской среды. Благоустройство парков, аллей, улиц и дворов. Ставка на успешное экономическое развитие Карачаева-Черкесии сделана в том числе на туристическую отрасль. Недаром Дамбай и Архес являются визитной карточкой республики. На ваш взгляд, что еще необходимо сделать для улучшения качества туристической индустрии? Ну, туризм у нас растет. Для улучшения качества туристической индустрии, скажу прямо, у нас гостиницы и кафе достаточно. Ну, то есть спрос на них все равно есть. Нам надо бы приложить усилия для того, чтобы туризм сделать более разнообразным. Развлекательные центры, туры, походы, музейное дело развитие. Сейчас мы ведем работу по, как получится, не знаю, по открытию 43-го маршрута. Так этот маршрут назывался Дамбай-Сухуми. Это сейчас связано с государственной границей, с его пересечением. Ну, в плане туризма, я говорю, надо более инновационные методы предлагать туристам. Информационные центры, информацию, развлекательные центры, походы, туры. Рекламировать то, что у нас есть в Карачае-Черкесии. Вот в этом плане мы еще сильно не развили наше дело. Альберт Асхатович, как округ пережил пандемию коронавируса? С какими трудностями пришлось столкнуться поначалу? Как вы оцениваете работу медиков и как проходит прививочная кампания? Как и вся страна, пандемия нарушила многие планы. И, к сожалению, было много и больных, и умерших. Люди потеряли здоровье. Некоторые после пандемии не могут даже толком сейчас восстановиться. Это общая беда, которая постила весь мир. Но округ пережил относительно других мест, я говорю, более-менее благополучно. Может, этому способствуют наши леса, хвойные и так далее. Так пережили мы пандемию, слава Аллаху. Но насчет прививки у нас дело идет не очень хорошо. Это надо признать наше население, что Карачаевского городского округа и Карачаевского района к этому относятся легкомысленно, я бы сказал. Но прививаться надо. Люди должны сами себя защищать. Сейчас уже доказано, что прививка не имеет отрицательных побочных каких-то эффектов. Но наша, я не знаю, безалаберность. Поэтому, пользуясь вашим телевидением, хотел бы призвать народ все-таки активно прививаться. Об этом ничего плохого нет. Это поможет лишний раз не потерять здоровье, не дай бог, и жизнь. Ну, медики, конечно, нагрузка на них была большая. Вся работа по преодолению этой ситуации легла на них. Ну, я бы сказал, что в сложившейся ситуации работу медиков можно считать удовлетворительной. Но я не могу сказать отлично, потому что отлично никто не сработал в стране. Потому что было много жертв, много потерянного здоровья. Ну, по сравнению с общей ситуацией, наши медики молодцы. Они работали очень самоотверженно и справились с этой проблемой. Скоро исполняется 100 лет Карачаева Черкисия. В этом году Дагестан празднует вековой юбилей. В череде юбилейных мероприятий весьма заметным стал визит делегации Карачаевского городского округа, который вы возглавили, в городской округ, город Дербент и два района, Казбековский и Левашинский. Был подписан ряд договоров. Хотелось узнать, о чем они. В Карачаевском округе еще до меня сложились традиционно дружеские отношения с Дербентом, с Левашинским районом. Мы туда прибавили и Казбекский район. То есть мы в этом году посетили три района Дагестана. Ну, подписали договор о братских взаимоотношениях, о взаимном обмене опыта. Значит, их интересует развитие туризма. Они считают, что по туризму мы преуспели, действительно, по сравнению с ними у нас развитая инфраструктура туризма. А нас, в свою очередь, интересовала все-таки их организация, работу. Тагестанцы все равно еще не продолжают многие работать, хотя у нас перестали. Поэтому мы с ними обменялись многими опытом, знаниями. И, в частности, мы договорились, что мы будем организовать отдых детей на Каспийском море с помощью этих наших друзей в Дагестане. Они будут своих детей отправлять на наш курорт Тиберду-Дамбай. Вот. Примерно вот в этом мы договорились. Также договорились о сотрудничестве в сфере бизнеса. Посмотрим, как получится. У них очень хорошо развито производство изделий из камня, строительство из камня. А у нас камня много, но этот бизнес не развит. Я их пригласил у нас развить этот бизнес. Ну, будем работать там. Что получится, посмотрим. Альберт Асхатович, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Спасибо за спасенные жизни. Вот уже чуть больше года система здравоохранения всех стран мира ведет непримиримую борьбу с невидимым, но весьма коварным и опасным врагом новой коронавирусной инфекцией. В преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника артисты Государственного ансамбля танца Эльбрус во дворце торжеств Черкесской устроили большой концерт для тех, чья профессия лечить и спасать. Ахмат Халкечев продолжит. Практически в течение всего 2020 года под запретом были все массовые мероприятия. Те, у кого была возможность, сидели на самоизоляции или же старались минимизировать контакты с внешним миром. Ну, а у людей в белых халатах не было возможности сидеть на карантине. Они первыми и в полной мере приняли всю нагрузку доселе невиданной в новейшей мировой истории пандемии. В нашей стране переломить ситуацию удалось благодаря отечественной вакцине «Спутник Ви». Когда началась вакцинация, резко уменьшилось количество заболевших. Эти цифры никуда не скроют. Единственный метод защиты на сегодняшний день – это, конечно, прививка. И когда мне, мои коллеги, доктора разрешили, что уже можно привиться после того, как я переболел, я сразу пошел, привился уже первой вакциной. Скоро пройдет срок, когда уже вторую дозу мне этот, и я уже буду чувствовать себя более защищенным. И это нужно не только мне. Это, думаю, обязанность каждого из нас, который хочет обезопасить не только себя, но и всех тех, кого любит, с кем общается. Это вполне понятно. Врачи, фельдшера, медсестры, санитарки и даже водители корид скорой помощи. То есть все те, кто доказал, что в профессии оказался не случайно. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для медиков. Долгие месяцы напряженных с нечеловеческими перегрузами работы стали проверкой не только профессиональных качеств служителей панацеи, но и их духа. Как все знают, мероприятия были закрыты, концерты, которые были запланированы, они все были отменены. Даже и свадьбы, и вечера. Ну, это нужно было. Это нужно было. Но сегодняшний день, сегодняшний концерт очень, кстати, очень нужно. И мы радуемся и веселимся в душе, что жизнь налаживается. И надеюсь, что будет так. Многие на концерт пришли семьями. Особой теплотой веялось тех зрительских мест, где дети сидели со своими родителями. В их лицах читалась неподдельная детская радость от того, что самые родные люди рядом. А зажигательные танцевальные номера великолепно находили отклик как в сердцах взрослых зрителей, так и самых юных ценителей хореографии. Концерт очень отличный. Отдохнули душой, да. Получили моральное, эстетическое удовольствие. Большая поддержка в наши дни. Для людей море позитива, энергии. Смотреть, наблюдать за таким красивым ансамблем. Как тебя зовут? Как тебя зовут, скажи? Лиза. Лиза. А понравились концерт? Скажи, что тебе костюмы понравились. Ну скажи. Как поделился министр культуры Карачаева-Черкесия Зураб Агербов, подобные мероприятия запланированы в течение всего предстоящего лета. Часть мероприятий будет ориентирована на детей, родители которых были оторваны от своих семей, потому что спасались жизни в госпиталях. Это наша возможность поблагодарить их, сказать, что действительно вся республика, вся страна медикам благодарна за то, что они сделали в этот период. Тем, кто подвергал собственную жизнь, риску иногда для того, чтобы спасать другие жизни. В программе концерта было представлено 12 номеров золотого репертуара ансамбля «Эльбрус». Вниманию ценителей национальной хореографии представили танцевальное искусство всех народов Карачаева-Черкесии. Они выйдут сегодня с запасом энергии. На самом деле они развеются. У них работа, как у всех, мы все в работе окунаемся, они видим всего хорошего, то, что есть, того нет. Я думаю, что мы тронули их душу. В течение свыше 90 минут столько длился концерт, в зале невозможно было найти хоть пару скучающих лиц. До самого конца выступлений артистам удавалось удерживать живой интерес зрителей. Рахмат Халкищев, Ислам Уумов, Вести Карачаева-Черкесия. Танцевальный коллектив «Таулу» из Карачаевска в очередной раз содержал победу в 4-м международном конкурсе национальной премии имени Асидоры Дункан и стал лауреатом первой степени, который проходил в Ставроволе. Ребята, воспитанники Шамиля Исику, ежедневные репетиции под его чутким руководством дают свои плоды. Юные танцоры победили с танцем «Дети горы», стали обладателями гран-при с народно-стилизованным танцем «Кара-денис». Временем раньше детская студия национального танца «Таулу» заняла первое место на международном хореографическом конкурсе «Короли танцпола» в Краснодаре. Творчество композитора, народного артиста Кабринобалкарии Мурата Кабардокова широко известно за пределами Кавказа. Он автор музыки к фильмам Сокурова, Балагова, Алексея Учителя. Музыкант работает в разных жанрах. В Черкесске впервые прошел его концерт с участием клевер-квартета из Санкт-Петербурга и специального гостя вечера победителя телевизионного конкурса «Голос-8» Аскера Бербекова. С подробностями Шерифат Лепшокова. Впервые в зале филармонии Черкеска звучала кроссоверная музыка, смесь академического и современного стилей. Композитор Мурат Кабардоков работает в разных направлениях. У зрителей была возможность оценить и насладиться работой мастера. В исполнении автора и клевер-квартета звучала как оригинальная музыка, так и народные мелодии в его обработке. Это были русский народный, адыгский и карачево-балкарский мотивы. Композитор признается, уделяя много внимания академической музыке и не стараясь подражать фольклору, он все же является носителем кавказской культуры. Это мое естество, во-вторых, я композиторю пишу свою оригинальную музыку и в разных направлениях. И в данной ситуации с квартетом мы как-то... Ну, давно уже работаем в этом направлении, это направление кроссовера, о котором я говорю. Но мы пишем и сугубо академическую музыку, мы играем в киномузыку. Полтора часа погружения в музыку стало подарком для меломанов и для тех, кто впервые соприкоснулся с высоким искусством. Последние наверняка полюбили серьезную музыку уже навсегда. По-особенному зазвучали для собравшихся и родные мотивы в исполнении Аскера Бербекова. Победитель телевизионного конкурса «Голос-8» спел адыгские народные песни в обработке Мурата Кабардокова. Казалось, проникновенный чистый голос артиста проник в душу каждого в зале. Артист перед концертом рассказал, что он готовился к встрече. Для него, как и для Мурата Кабардокова, это также первый концерт в нашей республике. Для себя Аскер давно определил репертуар. Наряду с собственными песнями этой фольклорной композиции, близкий ему генетически. Музыка народная, скажем так, она, хотим мы или этого нет, она как будто уже вплетена, скажем так, в гены. Потому что эти песни слышали не одно поколение, скажем так. Музыка Мурата Кабардокова, как волны, настигала зрителей и накрывала их своей силой. Артистам удалось передать и силу фольклора. Понятная и любимая многими поколениями народная музыка, переданная в современной обработке, по-прежнему не теряет своего очарования. Мурата я знаю еще с института. Мы учились примерно в одно время в Северокавказском институте искусств. И, честно говоря, глядя на него сегодня, я горжусь своей альбоматором, потому что, безспорно, это талантливые ребята. Но тогда, во время учебы, я не знала, что он пишет. Не слышала, что он композитор молодой, но самих произведений не слышала. И когда несколько лет назад я впервые услышала его альбом «Песни без слов», я до сих пор не кажусь под впечатлением от этого альбома. Я заслушала его до дыр. Я очень рада, и я благодарна и организаторам, и ребятам за то, что они на собрались и приехали. Подарили нам чудесный вечер. Очень впечатлилось концертам. Они передают такие разные настроения, что невозможно думать о чем-то другом, кроме об игре смычков. Мне понравилось, как играли на скрипке, на фортепиано. В общем, как исполняли. Это вся информация подготовлена нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Вы с нами, до встречи. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. 18 июня русский театр драмы и комедии представляет премьеру комедийного спектакля по пьесе Антона Финка «Голубцы по объявлению». Спектакль состоится в здании Государственной филармонии. Начало в 19 часов. Встречаем летний сезон трендовых диванов «Ангажемент» вместе. Абсолютное погружение в отдых, удовольствие и массу впечатлений. Стильно, роскошно, надежно, удобно. Все включено. «Диван Айленд» на волне вашего комфорта. «Ангажемент», мебель, интерьерные решения. Город Черкеск, улица Октябрьская, 392. Московский классический театр балета. Валентина Грищенко представляет спектакль «Спящая красавица». 19 июня, Черкеск, Дворец культуры. «Ластырика», удивительное, эксклюзивное шоу. 12 июня, в Кисловодском цирке, на манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Майи. Касса 2, 96, 58. Академия российского телевидения и Союз журналистов России объявляют о приеме работ на участие в Национальной премии за высшие достижения в области журналистики ТЭФИ Мультимедиа. Участвуют все средства массовой информации. Подробности на сайте mmedia.tefi.ru Семь утра в Крачаево-Черкесии. Вы слушаете радио России Крачаево-Черкесия. В Дамбайе вымещаем на частоте 104. Туристы Дамбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на радио России открывает июля Кисловодского. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте радио России в архизе Зеленчурской Тиберде-Уткуладе. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok